Продюсер Ален Клер Режиссер Арно Селиньяк Ранни, пятая серия Фильмы снимались Реми Беше, Антуан Гуи, Эмма Рейно, Паскаль Дамалон Яэль Абекасис, Жан-Филипп Экофей и другие Оператор Хосе Антонио Лурейро Художник Ванесса Клер Неприкасаемая Позвольте мне поговорить с ней Нет, вы ее напугали. Сейчас она нуждается в отдыхе Я буду настаивать. Это важно Майор Уокер Вы не забыли, что после сдачи Мадраса Вы наш пленник Из уважения к вашему чину В этом дворце с вами обращаются как с гостем Но не злоупотребляйте этой привилегии Вы правы Прошу прощения, сударыня Зато я готова Выслушать вас, мой дорогой Крейг Я уверена, что вы можете рассказать мне Много интересного об этой молодой особе Послушайте, Бюсси Благодаря взятию Мадраса Адмиралом Бурдонне Мы можем распространить Наше влияние от нашей фактории Шандернагор На весь северо-восток Индии И укрепить наши связи с местными правителями Вы забываете, что англичане Хоть и сдали Мадрас, но все еще занимают Бенгалию И что их король Георг Второй Назначил нового губернатора Калькутты Я знаю Некая его полковника Клайва Высокомерный наглец У него еще молоко на губах не обсохло Майор Уокер, учившийся с Клайвом в военной школе Считает его чрезвычайно одаренным Полно вам, Бюсси В этой стране я почти 30 лет И я прекрасно знаю большинство раджей Низамов, султанов и прочих набобов Которые раздробили Индию на мелкие княжества И люто друг друга ненавидят И на этой разобщенности Можно сыграть Если мы хотим завоевать всю эту Огромную территорию Нравится это полковнику Клайву И Георгу Второму или нет Это большое благо для индийской компании И для Франции, господин Бюсси И для Франции Вот и вы, моя дорогая Бюсси, оставьте нас Мы вернемся к этой дискуссии позже Что я слышу? Молодая особа, которую вчера привели наши солдаты Помечена цветком лилии Я-то его видела Но как вы узнали об этом? Мне сказал Бурдоне Он познакомился с ней во время своего пребывания в Маэ И там она звалась Нежоланой де Валькур Это осужденная Жанна Вероятно, она сбежала, бог знает как А ее мнимая потеря памяти – это обман И как ее зовут по словам нашего доблестного адмирала? Жанна Дюбуа Она заправляла борделем в Маэ Она проститутка Честно говоря, друг мой Я с трудом в это верю Бурдоне к ней захаживал, раз он так хорошо ее знает Разговор не об этом Вы сомневаетесь в его словах? Нет Но я также верю словам майора Уокера Уокера? Который рассказал мне, при каких обстоятельствах он познакомился с этой девушкой во Франции Она в самом деле была несправедливо осуждена Но под именем Жоланна де Валькур И за что же ее несправедливо осудили? За пособничество в убийстве и государственную измену Но Уокер Уокер! Англичанин! Валькур или Дюбуа, неважно Это препятствие правосудию А у нас и так достаточно проблем, чтобы прибавлять еще и эту Я арестую ее и отправлю в Маэ на следующем судне Нет Что значит нет? Эта девушка не совершила ничего дурного Напишите Шарлю де Лальо, если хотите Но пусть Жоланна будет свободна в своих передвижениях При условии не покидать Пандишери Пока вы не получите ответ от губернатора Маэ Я за нее ручаюсь А как же ее мнимая потеря памяти? Пусть ее проверит врач из нашей колонии Доктор Бертелло изучил много подобных расстройств Когда практиковал в больнице Сальпетриэр в Париже Доверьтесь мне, мой друг Как вы всегда это делали Будь по-вашему У меня хватает заботы помимо этой Но я последую вашему совету и напишу Лальо То, что вы мне рассказали, очень странно, Жоланна Во всяком случае, вы очень сильная женщина Могу я звать вас Жоланной? Это, кажется, ваше настоящее имя? Пожалуйста, сударь Но, увы, оно мне ничего не говорит Позовите меня Шарль, прошу вас Вероятно, мы с вами почти одного возраста Я не помню моего Память к вам вернется, Жоланна, я уверен Ваш недуг вызван невзгодами, через которые вы прошли А здесь вы скоро вспомните, кто вы есть Взгляните Это цветок лилии Что он означает? Госпожа Дюплекс запретила мне его показывать Я не знаю Не лгите, Шарль Госпожа Дюплекс не хочет мне говорить, но я поняла, что это знак позора Какое преступление я совершила? Я уверен, что вы не способны ни на какое преступление, Жоланна А здесь вы в безопасности, потому что вы под защитой госпожи Дюплекс И под моей, если вы согласитесь Это лилия, Шарль Вы знаете, как в этой стране называют супругу нашего генерала-губернатора? Принцесса Жанна Эта чудесная женщина говорит на португальском, тамильском и на языках Хиндустания и Малайайла Ее поддержка неоценима для господина Дюплекса и в его переговорах с правительством этой страны И, кстати, вот она Идемте со мной, Жоланна Я попросила доктора Бертелу осмотреть вас Бертелу осмотреть вас Возьмите бумагу и пишите Дядюшка Ворон, сидя на дереве Держал в своем клюве сыр Дядюшка Лис, привлеченный запахом, повел с ним такую речь Добрый день, благородный ворон Что у вас за вид? Что за красота? Так что же? Амнезия Физически она совершенно здорова Она умеет читать, писать и считать А значит, она сохранила эти приобретенные навыки Должно быть, она испытала сильное потрясение И, чтобы защитить ее от страданий, мозг как бы спрятал ее прошлое Это неизлечимо? Нельзя предугадать, сударыня Новое эмоциональное потрясение, столь же сильное, как первое, могло бы снять завесу Но наука бессильна по части врачевания души Вся надежда лишь на случай и на волю Господа Возможно, сердце поможет там, где наука бессильна? Я хочу познакомить тебя с частью твоего прошлого И когда, сраженный пулей Лароши, я полетел со скалы То решил, что пришел мой конец Но прохлада воды отрезвила меня И, гребя по течению, я сумел выбраться на берег Я еле дошел до ближайшей деревеньки И, как всегда, прикинулся ирландцам, чтобы меня приютил и подлечил местный аптекарь Потом я украл коня и поспешил присоединиться к британским войскам Которые стояли во Фландрии А оттуда меня отправили в Англию И во время этих долгих скитаний я узнал от наших осведомителей Что ты умерла в тюрьме, Жоланна Твоя смерть наделала много шума в Версале А ты здесь живая Жоланна Я даже рад падению Мадраса, благодаря которому я нашел тебя Я окорил себя, что не смог тебя спасти Я уехал добровольцем в Индию, чтобы забыть тебя Но каждый день и каждую ночь я думал о тебе Неужели ты не узнаешь меня? Вы делаете мне больно, сударь Да никакой я не сударь, черт побери Я Крейг Уокер Который первым поцеловал тебя Который спас тебе жизнь И которого ты любила в свои 18 лет И который безумно любил тебя И ты отвечала мне той же страстью Мне жаль, но я не помню Да хватит этой глупой комедии Ты не могла меня забыть Если твой разум затуманен, то твое тело меня вспомнит Пустите, пустите меня, мне больно Оно вспомнит мои поцелуи Перестаньте Шарль, он вас ранил Ничего, Жоланна, пустяки Вы грубое животное, уходите Не так быстро Уладим это дело под джентльменский майор Завтра на рассвете в парке Выбор оружия за вами С удовольствием Но, к сожалению, я здесь пленник И я не имею права покидать дворец И тем более носить оружие Ол, на майор Неужели вас остановят подобные мелочи? Ну так что, пистолет, сабля или шпага? Вы хотите драться? Шпага Да, мы будем драться Я бы рад сказать, что за вас Но это из-за вас Все, о чем я вас прошу, не приходить туда И помалкивать Что вы и так делаете очень хорошо Шарль де Бесси, чью сторону вы приняли Известен своими многочисленными любовными победами А также как искусный дуэлян, который всегда побеждает Поэтому я хочу с вами попрощаться И в этом письме я объясняю Как ваш взводный брат Филипп де Валькур Предал Францию Продав нам план атаки под Деттингеном За 60 тысяч ливров Возможно, это поможет доказать вашу невиновность Если потребуется Мое почтение, мадемуазель Но, сударь Кажется, я уже говорил вам, что для вас я не сударь Между нами уже ничего нет, Жолана де Валькур Потому что вы так решили Прощайте Продолжение следует... Стойте! Стойте! Остановитесь! Господа! Разве вы не знаете, что дуэли запретил еще Людовик 13-й? Откуда я мог знать? А я забыл Не в первый раз, господин Добеси, не в первый раз Мы еще к этому вернемся Что до вас, майор Уокер За то, что вы нарушили ваше слово, я велю запереть вас в местной тюрьме Все, уведите его Разве я не просил вас молчать, мадемуазель де Валькур? Моя бедная Сколько переживаний Все равно, передо мной как будто белая стена Завеса, как сказал доктор Этот майор Уокер То, что он рассказал Звучало очень правдиво Но я ничего не помню Ничего Ты ему веришь? Да То есть Нет Я не знаю Сударыня Я бы так хотела, чтобы память вернулась Хотя с другой стороны Меня это пугает Я понимаю И я не хочу, чтобы ты целыми днями так мучилась Завтра я найду тебе какое-нибудь занятие А пока постарайся заснуть Пандишери вот здесь А Маэ, где ты, вероятно, жила Вот здесь На западном берегу Еще три французские фактории Это Карикал, Янаон и Шандернагор На севере, недалеко от Калькутты Зато весь юг Который называют Декан Наш Но это не колония А то, что мой муж зовет Протекторатом Ты следишь? Да С большинством княжеств Декана У нас чрезвычайно крепкие торговые связи Выгодны индийской компании Франции Которая назначила дюплекс Генерал-губернатором пяти факторий А моя основная роль состоит В поддержании хороших отношений Со всеми местными принцами Я буду диктовать тебе письма к ним Ты образована Ты умеешь писать без ошибок Ты мне очень поможешь Согласна? Где дюплекс? Черт его подери Чем дело, адмирал? Капитан только что прибывшего судна Сообщил мне, что война в Европе закончилась Мирное соглашение подписано В Экс-Лешапель еще восемь месяцев назад Хорошая новость Кто победил? Никто Кроме Пруссии Которая наложила свои лапы на Силезию Бранденбург и половину Польши А Франция Потеряла даже больше, чем остальные Особенно в Индии Я получил приказ вернуть матрас англичанам И отпустить пленников Включая вашего дорогого майора Мадемуазель Так, вовремя, все забывшее У меня также приказ вернуться во Францию Вместе с моими войсками То есть ваш муж лишится Поддержки, которую он непрестанно просит У нашего любимого монарха Будь прокляты, те, кто ведет нас, не ведая куда Сударь Сударь Не будет случая оказать его вам при тех же обстоятельствах Вам не представится подобный случай, майор Счастливого пути Надеюсь, однажды моей страной будет править принцесса Такая же прекрасная и мудрая, как вы У вас уже была, ваша великая Елизавета, майор Не требуйте слишком многого Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дамы из нашего высшего общества никогда не приедут сюда, желанно Им не нравится запах и близкое соседство туземцев Как глупо Госпожа Дюплекс говорила, что часто сюда приезжала Принцесса Жанна необычная женщина Она на четверть индианка, по матери, которая родилась от брака с португальцем Взгляните на эти пряности, Шарль А эти цвета А эти запахи Вы полюбите эту страну, желанно Здесь мы далеко от нашей холодной родины Я уже люблю ее Мне ничего другого не остается, ведь у меня нет воспоминаний о Франции Господин Дебеси Вас просят срочно явиться во дворец Мы должны вернуться Я срочно нужен господину Дюплексу Вот и вы, Беси Старый Махараджа Сандропур умер Его преемник Ран Версинг пригласил нас на церемонию кремации коронации Мы уезжаем завтра, а вы замените меня в мое отсутствие Велите подготовить сопровождение Там спокойно И мы возьмем лишь дюжину солдат и одного офицера И не забудьте два ящика ружей в подарок новому суверену А госпожа Дюплекс приготовит ценные дары Сандропур? Это Махараджа Махараджа Сандропур На колени Покойный Махараджа был большим другом Франции Мы должны постараться, чтобы его преемник тоже стал нам другом И не переметнулся к англичанам Вот увидишь, единственный город княжества, который также называется Сандропур Совершенно очарователен А дворец Раджи просто чудо Что я слышу, дорогая супруга? Вы же не хотите взять эту молодую особу с нами? Конечно, хочу, мой друг Она ведь мой секретарь Нужно, чтобы она понимала, какого рода дела мы здесь ведем Проститутка Моя жена покровительствует проститутке клейменной лилией Моя жена Моя жена достичь КОНЕЦ Добро пожаловать в Сандарпур, господин Дюплекс. Роберт Клайв, Его Величество Георг Второй, оказал мне честь, назначив меня генерал-губернатором Восточной Индии. Мне очень приятно, наконец, познакомиться с госпожей Дюплекс, знаменитой принцессой Жанной. Мадемуазель Девалькур, полагаю, мой друг Крейг Уокер много мне о вас рассказывал. Надеюсь, ваше путешествие было не слишком утомительным? Уж точно не таким, как ваше из Калькутты. Я был в Мадрасе, когда молодой Раджа оказал нам честь, пригласив английскую делегацию присутствовать на его восшествии на престол. А майор Уокер с вами? Нет. Кто-то должен прикрывать наши тылы, как ваш Вернабюсси в Пандишере. Но, прошу вас. Наш друг Ранверсинг просил меня извиниться перед вами, он очень занят подготовкой к церемониям. Он присоединится к нам за ужином. К счастью, покойный Раджа заставил его выучить французский, что облегчит нашу беседу, потому что мой хинди так же ужасен, как ваш, господин Дюплекс. А вы, случайно, не знаете состав моего любимого табака, полковник? Нет, но я могу легко раздобыть эти важные сведения, господин Дюплекс. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот и костёр. На котором сожгут старого Раджу? Да. И его жён вместе с ним. Жён? Они что, тоже умерли? Нет. Когда Махараджа умирает, его жёны, за исключением матери наследного принца, заживо бросаются в его погребальный костёр, дабы быть с ним в его следующем перерождении. Это церемонии сати. Так называют и жён, которые жертвуют собой. Какой ужас! Сколько жён было у этого тирана? Кажется, шесть. Или семь. Последние нету восемнадцати. И они добровольно бросаются в костёр, чтобы сгореть заживо? Да, так велит традиция. Но на самом деле им немного помогают. Это дикость! Как могут люди с этим мириться? Для индусов пребывание на Земле не более чем один из этапов цикла реинкарнации. Поэтому жизнь человека не имеет сиюминутной ценности. Мне рассказывали, что во Франции и в остальной Европе не лучше. Там убивают, калечат, сжигают и обращают в рабство во имя Господа. Добро пожаловать в Сандрапур, дамы и господа. Добро пожаловать в Сандрапур, джентльмэн. Спасибо, Ваше Высочество. Спасибо, Ваше Высочество. Мы помянем вашего возлюбленного отца и выпьем за будущее процветание вашей чудесной страны. Добро пожаловать в Сандрапур, джентльмэн, джентльмэн, джентльмэн. Добро пожаловать в Сандрапур, джентльмэн. Кто ее видел? Как вас зовут? Жоланна. Не вы. Она. Жоланна де Валькур. К вашим услугам, Ваше Высочество. Вы из дворян? Мой отец был маркизом, Ваше Высочество. Хорошо. Я узнал, что англичане вернулись в Мадрас, полковник Клаев. Как там война в Европе? Закончилось, Ваше Высочество. Кто победил? Мы. Поэтому хочу поднять тост за ваше здоровье и за короля Англия Георга Второго. За здоровье короля Георга и за Ранвира Синха, нового Махараджу Сандропура. Вы позволите нам отклониться, Ваше Высочество? Путешествия так утомительные. Идите, господин Дюплекс, я понимаю. Увидимся завтра после церемонии кремации. КОНЕЦ КОНЕЦ Господин Дюплекс тоже не в восторге от этого. А два адъютанта Клайва чуть не лишились чувств. А как господин Дюплекс? Он желает лишь одного – вернуться в Пандишери. Но мы должны остаться до конца празднеств, чтобы завоевать симпатии принца. Уйдите. Но… Немедленно. Если я буду нужна, я в соседней комнате. Я вспомнил, где я вас видел. В рыбацкой деревушке, которую мы с отцом проезжали пару месяцев назад. Во время охоты на тигра. Вы отказались пасть перед нами ниц, дрались со стражей, а затем исчезли. Теперь я тоже вспомнила, принц. Так что? Вы прикажете меня повесить, посадить на кол или бросить меня в еще теплую залу от погребального костра вашего отца? Ничего подобного, мадемуазель Двалькур. Я на вас женюсь. Французская рани в Сандропуре? Но у Раджи уже есть две жены. Не он их выбирал. Это были и политические браки. А тебя он хочет. Он не злой человек, к тому же сказочно богат. Но я не люблю его, и я не хочу сгореть на костре, если он неудачно упадет с лестницы. Подумай, дорогая. Это ради Франции, ради твоей страны. Я ничего не знаю о моей стране, лишь то, что там меня осудили. Ты права. Но если ты выйдешь за Махараджу, то будешь защищена от нашего правосудия. А нам этот брак дает гарантию длительного господства в этом регионе. Подумай. Плохие новости? Весьма. Наш союзник из Карнатика, Набок Шанда Сахиб, убит. А его преемником стал Мохаммед Али, симпатизирующий англичанам. Я должен срочно ехать в Янаон, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. Вы здесь справитесь без меня, дорогая супруга? Конечно. Абюси? Я должен ехать в Хайдер-Абат. Меня туда давно требует Низам Мусафар Джан, причем с конвоем оружия. Какая ирония. Компания объявила о моем назначении генерал-губернатором всего Юга Индии как раз тогда, когда мы можем его потерять. Да, чуть не забыл. Компания сообщила, что в Янаоне будет новый губернатор. Но до моего возвращения он будет замещать меня. Я буду скучать, Джоланна. Мне будет очень вас не хватать. Надеюсь, у вас все наладится. Еще один подарок от нашего Махараджи? Уже третий за две недели. Прекрасный цветок моих грез. С тех пор, как я тебя увидел в твоем блистательном великолепии, меня оставил сон, и я лишился аппетита. Ты открыла для меня, что такое любовь, и какие муки ей сопутствуют, если она остается без ответа. Прекрасная заморская Далиска, ты принцесса, которая достойна править со мной этой страной, которую я предлагаю тебе вместе с моим сердцем. А кто такая Далиска? Рабыня, обслуживающая жен в гареме. Вот уж кем я точно не хочу быть. Рабыня, увешанная драгоценностями, запертая во дворце. Если ты и дальше будешь отталкивать Иран Вира Сингха, он ополчится на нас. И тогда он может вступить в союз с англичанами. И я должна ему покориться в угоду вашей политике? Бывают жертвы и похожи, Джоланна. В любом случае, политика решит за тебя. Судно, на котором прибудет новый губернатор, также привезет ответ Шарли де Лальо на письмо моего мужа. Пусть с опозданием, но нам придется немедленно выслать тебя обратно в бордель Мээ. Боюсь, у тебя просто нет выбора. Шесть. Пандишери Боюсь, у тебя просто нет выбора. Здравствуйте, Ларош. Как ваше путешествие? Это был кошмар. Ваша сестра здесь? Твоя мать была шлюхой. Кто даст больше? Остановись. Мадемуазель. Жива. Эта проклятая девка жива. Когда де Лальо показал мне письмо Дюплекса, сообщавшее о том, что она в Пандишери, я не мог в это поверить. Я надеялся, что это кто-то другой, что Ларош ошибся, когда рассказывал мне о ее побеге из Мээ с этим каторжником. Ведь от их лодки остались одни щепки. Но она цепляется за жизнь, как дикий сорняк. Что вам до нее, Филипп? Госпожа Дюплек сказала, что она потеряла память. Она ничего не помнит. Она нас даже не узнала. А Ларош отправит ее во Францию на следующем судне. Следующее судно уйдет отсюда через месяц или два. А память может к ней вернуться, если она и вправду ее потеряла. Нет, я не... Какой ужас! Успокойтесь. Нет, я не успокоюсь. Это безобидная ящерица. Что мы будем делать в этой дикой стране? Здесь, наверное, жарче, чем в пекле. А это грязь, это пыль. Эти туземцы, которые бегают полуголые. И эти насекомые, мерзкие грязные животные. Зачем вы только притащили нас в эту дыру? Вы прекрасно знаете, Лора, чтобы делать деньги. Но у вас и так были деньги. Мои. Если бы вы не спустили ваше наследство и мое преданное на версальских шлюх, нас бы здесь не было. Но я бы предпочла ваших шлюх, этому гадкому пандишере. Возможно, и на он, куда меня назначили губернатором, еще хуже. Мне пришлось продать замок, чтобы экипировать мой полк. Увы, эта война разорила всю Францию. К счастью, за мои заслуги меня назначили губернатором Янауона. Я надеюсь сколотить там состояние, как это сделал ваш супруг, госпожа Дюплекс. Боюсь, вы приехали слишком поздно, Маркис. Времена, к сожалению, не те. Неужели? Как же так? Растущее влияние англичан на Индию и война, которая потрепала Европу, все изменили. Все так плохо? Хуже быть не может. Король больше не присылает нам войска, в которых мы нуждаемся. Господину Дюплексу приходится платить жалование нашим солдатам из собственного кармана. В данный момент компания должна моему мужу 6 миллионов ливров. И, похоже, она не торопится расплатиться. В качестве компенсации его провозгласили губернатором всего Юга Индии. Еще король дал ему титул графа Деля Ферьер, что не стоило ему ничего. Нет. Мой дорогой Маркис, для того, чтобы сделать здесь состояние, уже слишком поздно. Я понятия не имел. Кому ты пишешь? Я... О, Кир, любовь моя. Приезд в Пандишере моего сводного брата Филиппа в качестве нового губернатора Яна Оно так потряс меня, что занавес, скрывавший от меня воспоминаний, пал. Теперь я вспомнила, кто я, и мое сердце трепещет при мысли о той волшебной ночи, когда вы сделали меня женщиной. И не передать словами, как мне стыдно, что я не узнала вас. Что это значит, Джоланна? Ты обрела память и ничего мне не сказала? Это из-за Филиппа, мадам. Он меня ненавидит. Из-за него меня несправедливо осудили, и он боится, что я расскажу правду. Ты рассуждаешь о правде, хотя сама врешь мне с самого начала. И встань, когда я с тобой говорю. Майор Уокер передал мне письмо, в котором он рассказал обо всем. О предательстве Филиппа, о смерти Изабель де Марсак, матери Лоры, и как мой брат добился, чтобы меня осудили за его преступление. Я вам покажу. Не нужно. Твой Уокер мне все рассказал, но как мне верить ему? Он англичанин, наш враг и твой бывший любовник. Вот в это я верю. Да и твое письмо это подтверждает. Я привязалась к тебе, Жоланна. И даже более того. Я защищала тебя перед дюплексом. Я тебя лечила. Я тебе верила. А теперь... Теперь... Сударыня, я клянусь... Хватит! Я тебя больше не люблю. А что до этого? Хорошо, сударыня. Если я утратила ваше доверие, мне остается лишь покинуть этот дом. Куда ты пойдешь, дурочка? Ты осужденная, нет места, где ты можешь укрыться. Через три дня я отправлюсь в ежегодное паломничество в Вилангане. Это в сотни льи отсюда. Священное место, где встречаются многие принцы этого региона. Меня не будет три недели. Если вы оставите меня одну, Филипп со мной расправится. Возьмите меня с собой. Это не обсуждается. К тому же я обещала дюплексу, что ты не покинешь Пандишери. Зато... Я попробую убедить твоего сводного брата присоединиться ко мне. Нет, мадам, я еще успею перезнакомиться со всеми местными царьками. Эти царьки, как вы их называете, могущественные правители, без поддержки которых Франция не имела бы веса в этой стране. Если вы хотите преуспеть на новой должности, вам стоит уважать их ритуалы и их протокол. Полагаю, вам это было нетрудно, ведь вы наполовину индианка. Всего на четверть, и горжусь этим. Но в замужестве я еще и французская графиня. И прошу вас об этом не забывать. Ни в коем случае, госпожа графиня. Это Надир Синг. Он неплохо знает французский. И очень мне предан. Он не отойдет от тебя ни на шаг, а ночью будет спать у тебя под дверью. Он будет не только защитником, но и надсмотрщиком. Именно. Он твой ангел-хранитель в обеих ипостасях. И не делай ничего необдуманного в мое отсутствие, Жоланна. Но, Филипп, продолжай делать вид, что ты потеряла память. До сих пор тебе это удавалось. А если твой брат не будет чувствовать угрозы, то не будет ничего предпринимать против тебя? Я в этом не уверена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы узнаете этот почерк? Да, это почерк Жоланны. Вы в этом уверены? Вы забываете, что мы вместе обучались в монастыре? Хорошо. Вы сможете его подделать? К чему этот вопрос? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмите это письмо и поупражняйтесь. Мне нужно полное сходство. Но это письмо, адресованное на Богу... Это неважно. Делайте то, что я вам велю. А сейчас задерите юбку. Что? Прямо сейчас? А вы хотите, чтобы я взял вас на глазах у этих черномазых? Не упрянчись. Не упрянчись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конец пятой серии. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...